Продолжение следует... Сегодня на уроке мы с вами научимся выполнять умножение и деление трёхзначных чисел, используя свойства умножения и деления суммы на число. Поупражняемся, поработаем устно. Уменьшите в 100 раз данные числа. Давайте вспомним, что значит уменьшить в 100 раз. Это значит, нужно число разделить на 100. Перед нами числа 500, 600, 700, 200, 400. При делении на 100 в записи данных чисел мы должны отбросить два ноля. И получаем 500 разделить на 100 – 5, 600 разделить на 100 – 6, 700 разделить на 100 – 7, 200 разделить на 100 – 2, и 400 разделить на 100 – 4. Вспомните, что значит увеличить в 10 раз. Это значит, число нужно умножить на 10. Предлагаю вам следующие числа умножить на 10. Итак, 9 умножаем на 10, получаем 90. 15 умножаем на 10, получаем 150. 20 умножаем на 10, 20 умножаем на 10, 20 умножаем на 10. Предлагаю теперь, ребята, вспомнить вам некоторые свойства арифметических действий. Первое свойство – это переместительное свойство умножения. От перестановки множителей произведение не меняется. Где же можно применить данное свойство? Например, легче 12 умножить на 8, чем 8 на 12. Следующее свойство – умножение суммы на число. Чтобы умножить сумму на число, можно умножить на это число каждое слагаемое и результаты сложить. Где мы можем применить данное свойство? Например, чтобы 23 умножить на 4, мы можем умножить на 4 – 20, затем умножить на 4 – 3, а результаты сложить. Следующее свойство – деление суммы на число. Как же звучит это свойство? Чтобы разделить сумму на число, можно разделить на это число каждое слагаемое, а результаты сложить. Например, чтобы 56 разделить на 4, мы представим 56 как 40 и 16. Разделим 40 на 4 и 16 на 4, а результаты деления сложим. Эти знания, ребята, сегодня нам пригодятся при решении примеров. Рассмотрим следующие примеры. Как же 240 умножить на 3? Нужно 240 представить в виде суммы 200 плюс 40. Умножаем 200 на 3 – получаем 600. Умножаем 40 на 3 – получаем 120. 20, складываем результаты умножения, получаем 720. Рассмотрим следующий пример. 203 умножить на 4. 203 представляем в виде суммы 200 плюс 3. Умножаем 200 на 4 – получаем 800. Умножаем 3 на 4 – получаем 12. 800 и 12 дают нам ответ 812. Предлагаю вам решить задачу. Дедушка купил 5 одинаковых пакетов с картофелем, общая масса которых 15 килограммов. Витя помог дедушке и донёс 2 пакета. Сколько килограммов картофеля нёс Витя? Представим краткое условие задачи в виде таблицы. В задаче говорится, что дедушка купил 15 килограммов картофеля, которые были в пакетах, и таких пакетов было 5. Два из этих пакетов нёс Витя. Сколько же килограммов было в этих двух пакетах? Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Нет, так как мы не знаем массу одного пакета. Но данные, записанные в первой строке нашей таблицы, помогут нам это узнать. Для этого 15 разделим на 5, получим 3 килограмма. Это масса одного пакета. Два таких пакета нёс Витя. Следовательно, мы 3 умножим на 2, получаем 6 килограммов. Запишем ответ. 6 килограммов картофеля нёс Витя. Предлагаю решить следующую задачу. Ежедневно на поливку грядок расходовали утром 6 вёдер воды, а вечером 9 вёдер. Сколько вёдер воды израсходовали на поливку грядок за неделю? Решите задачу двумя способами. Ребята, вы знаете, что неделя – это 7 дней. Грядки поливали утром и вечером на протяжении недели. В задаче говорится, что утром поливали по 6 вёдер, а вечером – по 9 вёдер. Нам нужно узнать, сколько всего за неделю было израсходовано вёдер воды. Авторы учебника предлагают нам найти два способа решения данной задачи. Давайте рассмотрим первый способ. В данном случае нам нужно посчитать, сколько воды израсходовали за 7 дней только утром. Затем узнать, сколько воды израсходовали за 7 дней только вечером. И сложить эти результаты. Для этого используем следующее выражение. 6 умножаем на 7 – это количество воды, которое израсходовали по утрам. 9 умножаем на 7 – это количество воды, которое израсходовали по вечерам. Складываем результаты, получаем 105 вёдер. Предлагаю рассмотреть второй способ решения данной задачи. Для этого мы можем узнать, сколько воды расходовали каждый день и утром, и вечером. Узнав это, умножим на количество дней и получим 105 вёдер. Запишем ответ. 105 вёдер воды израсходовали на поливку грядок за неделю. Подведём итог нашего урока. Сегодня, ребята, на уроке вы узнали, как умножить или разделить трёхзначное число на однозначное, используя свойства умножения и деления суммы на число. Повторим и вспомним. Как разделить 840 на 2? Для этого представим 840 в виде суммы разрядных слагаемых – 800 и 40. Разделим 800 на 2 и 40 на 2, а результаты нужно сложить. Чтобы умножить 130 на 4, представим 130 в виде суммы разрядных слагаемых – 100 и 30. Умножим 100 на 4 и 30 на 4. Результаты данных действий складываем. Пришло время записать домашнее задание. Я предлагаю вам на странице 83 решить примеры с устным объяснением. Это номер 1. И номер 5, где необходимо решить задачу. Спасибо, наш урок окончен. До свидания. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что делает, расскажет, чертит, пишет и поет. Вышивает или пашет, или забивает гол. Варит, жарит, моет, чистит. Все расскажет нам глагол. Мы продолжаем путешествовать по городу глагол. Сегодня мы вспомним, как определить время глагола. Будем учиться различать временные формы глагола и употреблять в речи. Послушайте стихотворение, назовите глаголы. Снег теперь уже не тот. Потемнел он в поле. На озерах треснул лед, будто раскололи. Какое действие обозначают эти глаголы? Потемнел, треснул, раскололи. Эти глаголы обозначают действие, которое уже произошло до момента речи. Следовательно, прошедшее время. Солнце ласково смеется, светит ярче, горячей. Из пригорка звонко льется разговорчивый ручей. Эти глаголы обозначают действие смеется, светит и льется, которое происходит в данный момент речи. Настоящее время. Пройдет зима холодная, наступят дни весенние, теплом растопит солнышко, как воск снега пушистые. А какое действие обозначают эти глаголы? Пройдет, наступит, растопит. Какое действие обозначают эти глаголы? Эти глаголы обозначают будущее время. Это действие, которое будет происходить после момента речи. Будущее время – это самое интересное время. В русском языке будущее время может быть выражено как одним глаголом, так и двумя глаголами. Например, нарисую – буду рисовать, прочитаю – буду читать. Буду рисовать и буду читать – это не два глагола, это один глагол. А буду – это помощник слову рисовать и читать. Ребята, если вас попросят подчеркнуть сказуемое в предложении «Я буду читать», вы должны подчеркнуть его вот так. Нам очень повезло. В русском языке всего три времени года. В европейских языках – 12 или 16 времен. Мы никогда не сможем определить время глагола, если что-то будем требовать или просить. Например, принеси, унеси, подай, скажи. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Выделите глаголы и укажите время. Выполним проверку. Наша Таня громко плачет. Таня что делает? Плачет. Настоящее время. Уронила в речку мячик. Что сделала? Уронила. Прошедшее время. Тише, Танечка, не плачь. А вот в глаголе «не плачь» нельзя указать время, так как «не плачь» – это просьба или даже приказ Тани не плакать. Неопределенная форма глагола. Не утонет в речке мяч. Мяч что сделает? Не утонет. Это будущее время. Глаголы изменяются по временам. Форма времени глагола показывает, когда происходит действие. Настоящее время – действие, которое происходит сейчас. Что делает? Учит уроки. Прошедшее время – действие происходит до того, как о нем стали говорить. Что делал? Учил уроки или что сделал? Выучил уроки. Будущее время – действие, которое происходит после того, как о нем скажут. Что будет делать? будет учить уроки чтобы определить время глагола предложение нужно первое задать вопрос и убедиться что это глагол второе определить в какой момент происходило или происходит действие и третье определить время глагола поработаем с предложением седые туманы плыли к облакам грамматическая основа этого предложения туманы плыли туманы что делали плыли действие происходило до того как о нем стали говорить следовательно глагол плыли прошедшего времени послушайте стихотворение время глагола выпишите глагол и распределив три столбика первый столбик прошедшее время второй столбик настоящее и третье будущее время прошедшее время сказала о том как листья желтели на чистым прудом смотрите друзья в настоящем со мной как ярко цветы полыхают весной а в будущем времени сможем узнать как будут ребята расти и мужать выполним проверку и так первый столбик прошедшее время вы должны были выписать следующие глаголы сказала желтели второй столбик настоящее время смотрите полыхают и третий столбик будущее время сможем узнать будут расти и будут мужать следующее упражнение от глаголов говорить сказать посылать образуйте формы настоящего прошедшего и будущего времени сделайте вывод выполним проверку глагол говорить отвечает на вопрос что делать настоящем времени я говорю в прошедшем времени он говорил в будущем времени буду говорить глагол сказать отвечает на вопрос что сделать настоящего времени нет прошедшее время он сказал будущее скажу посылать что делать настоящее время я посылаю прошедшее посылал и будущее время буду посылать запомните от глаголов которые отвечают на вопрос что сделать нельзя образовать настоящее время а будущее время образовывается при помощи одного слова если глагол отвечает на вопрос что делать то от него можно образовать формы настоящего прошедшего и будущего времени а форма будущего времени образовывается при помощи двух слов. Буду посылать, буду говорить. Подберите к существительным однокоренные глаголы в указанном времени. Выполним проверку. Работа. Однокоренной глагол «я работаю». Рисунок. Мы рисуем. Письмо. Однокоренное слово. Глагол пишет. Саша пишет. Дежурный. Миша дежурил. Зелень. Травка зеленела. Мороз. Река. Что сделала? Замерзла. Ремонт. Мы отремонтируем. Путешествие. Туристы будут путешествовать. Завтрак. Дети будут завтракать. Подведем итоги урока. Глаголы изменяются по временам. Форма времени глагола показывает, когда происходит действие. Настоящее время – это действие, которое происходит сейчас. Прошедшее время действие происходит до того, как о нем стали говорить. Будущее время – действие, которое произойдет после того, как о нем скажут. Переходим к домашнему заданию. На страничке 112 вам надо будет выполнить упражнение 197. А именно, внимательно прочитайте задание этого упражнения. Спешите, вставьте пропущенные буквы и укажите время глаголов. Я думаю, вы с этим упражнением справитесь на отлично. До свидания. До следующего урока. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами познакомимся еще с одним новым рассказом из раздела «Собирай по ягодке, наберешь кузовок». Ребята, я знаю, что у многих из вас есть бабушки и дедушки, а у некоторых даже про бабушки и прадедушки. Я думаю, скорее всего, даже уверена, что каждый из вас с огромной любовью и уважением относится к ним. И у каждого из вас есть трогательные эпизоды ваших отношений с бабушкой или дедушкой. Сегодня мы будем знакомиться с произведением Андрея Платоновича Платонова «Цветок на земле» нашего известного писателя-соотечественника. Как вы думаете, почему свою беседу? Я с вами начала с разговора о ваших бабушках и дедушках. Как это может быть связано с названием рассказа «Цветок на земле»? Конечно, вы догадались, что разговор в рассказе пойдет о взаимоотношениях деда и внука, о том, какую главную тайну на земле хотел открыть для своего внука дедушка. Андрей Платонович Платонов – это псевдоним, настоящая фамилия Климентов. Его псевдонимом стало имя отца Платон. Видимо, отец очень много значил в его жизни. Родился Андрей Климентов в Воронеже в рабочей семье, в которой кроме Андрея родилось еще 10 детей. Андрей Платонов помогал родителям в воспитании братьев и сестер, а позже начал помогать материально. Из-за трудного материального положения в семье с 15 лет он пошел работать, сменил много профессий. Еще в подростковом возрасте писал стихи, которые печатались в местных газетах и журналах. Во время войны был специальным корреспондентом в газете, которая называлась «Красная звезда». В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, много работал, писал Андрей Платонов не только для детей, но и для взрослых. Такие произведения, как «Неизвестный цветок», «Июльская гроза» и многие другие. «Я человек, я родился на прекрасной живой земле», говорил Андрей Платонов. Цель его творчества — открыть людям истинный смысл и правду жизни. Сказать по правде Платонова читать нелегко. Его слово надо вчитываться. Не спеша тогда откроется чудесный мир платоновских произведений. В памяти о писателе Воронеже его именем названы улица, библиотека, гимназия, а также в его честь установлен памятник в центре города. Но перед тем, как вы прочитаете произведение Андрея Платонова, давайте поработаем над словами, которые встретятся в рассказе и могут вызвать затруднения в понимании. Уморились, устали, нынче, сегодня, глаза смежать, закрывать, осерчал, рассердился. При чтении в рассказе мы также столкнемся со сложными словами в произношении. Давайте мы все вместе прочитаем эти слова по слогам. Просыпается, равнодушно, деревянного, жалконький, подкарауливать, непонятливый. Рассказ писателя Андрея Платонова «Цветок на земле» рассказывает читателю о будничной, деревенской жизни малолетнего смышленого мальчишки Афоне. Маленький Афоня живо интересуется всем происходящим, но и в то же время в силу своего возраста не может найти себе занятия, а из взрослых в избе только старенький дед Тит, почивающий на печке. Мама Афоня с утра до вечера на работе, а отец на войне. Дедушка Тит, который по просьбе внука выводит его в поле, показывает Афоне цветок. Маленький Афоня не понимает, что такого необычного может быть в неказистом цветочке. Но дед его поучает, что небольшой цветочек – это сама жизнь, которая проклевывается из неживого песка. А из цветочка потом можно сделать лекарство, которое может спасти солдатам жизнь на войне, среди которых и отец Афоне. Сказав все это, дедушка вернулся в избу и опять уснул. А маленький Афоня насобирал в поле цветов для лекарства солдатам, обменял в аптеке на гребешок и отправился домой, философски сообщив деду, что как цветы возрождаются из праха, так и когда-то дедушка после смерти возродится на белом свете. В своем философском рассказе «Цветок на земле» писатель Андрей Платонов хотел донести читателям, что жизнь бесценна, она много раз возрождается из пепла, оставив след последующим поколениям. Ребята, как вы думаете, какими качествами обладала Афоня? Давайте попробуем составить кластер на Афоне. Хочу напомнить, если вдруг кто-то забыл или не знал, что такое кластер? Это графическая форма организации различной информации, в которой выделяются главные понятия, и из этих понятий создается определенная схема. Ну а теперь давайте мы с вами попробуем составить кластер, какими же качествами обладал Афоня. Итак, Афоня был заботливый, по-другому можно еще сказать внимательный, вдумчивый, настойчивый, любознательный и, конечно же, добрый. Какую главную мысль на земле хотел открыть для своего внука дедушка? Он хотел ему показать, что самое удивительное чудо на земле – это жизнь. Цветок – символ жизни. Труд помогает преодолеть препятствия, выжить в этом мире и цветку, и людям. Труд превращает мертвое в живое. Ребята, а кто помог понять эту истину Афоне? Ну, конечно же, его любимый дедушка Тит. А нам, читателям, кто помогает разобраться в этом? Ну, несомненно, автор рассказа Андрей Платонов. Это говорит о том, ребята, что старшее поколение передает новому поколению свои знания, свой опыт, свою мудрость, взращивая семена. Молодое поколение впитывает все, набирается мудрости. А чтобы семена дали крепкие ростки, необходим труд. Так какую же главную мысль хочет донести до читателя автор? Он хотел объяснить, что внук Афоня – это наследие дедушки. Человек остается в поколениях своих детей, внуков, правнуков. Как вы думаете, почему Андрей Платонов именно так назвал свой рассказ? Цветок – это олицетворение ребенка, который также тянется к жизни, к знаниям, к мудрости. Афоня, как цветок от солнца, зарядился от деда любовью к земле, к людям, к жизни и работе. Ну а теперь подведем итог. Вам пришлось о многом подумать, поразмышлять об очень сложных понятиях в отношениях между людьми. Не каждый взрослый способен задуматься над теми проблемами, которые осветил Андрей Платонов в своем произведении. А мы с вами рискнули благодаря такому чудесному рассказу. Мне бы хотелось, ребята, чтобы Андрей Платонов запомнился вам, потому что писатель он был необыкновенный. Ну а теперь хочу обратить ваше внимание на домашнее задание. Мне бы хотелось, чтобы вы прочитали этот рассказ вместе с родителями и попробовали еще раз окунуться в тайну хранимую дедушкой Афоне на странице учебника 129-135. Подумайте, какой цветок увидели дед с внуком и попытайтесь его нарисовать. И письменно выполните задание номер 8 на странице 136. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!